Наступили теплые дни, горожане стремились к излюбленному месту отдыха, на берега, к воде. Но ни один из бердских пляжей пока не прошел приемку. Когда же официально откроется пляжный сезон в Бердске, попытался выяснить Аркадий Ефимович. Яркое солнце на голубом небе, греет бердское побережье. Вот только водичка пока прохладная, купаться нельзя. Да и официальный сезон еще не открылся. Если сравнивать с прошлым годом, то в это время пляжная жизнь на Бердском побережье била ключом. В этом году, видимо, в каких-то своих воспитательных целях, лето решило сильно народ не баловать. Официально отдых на пляжах пока не разрешен. Но это не смущает сибиряков, привыкших ценить каждый теплый лучик. Даже в утренние часы уже можно встретить расположившийся на песочке любителей отдыха у воды, которая к этому отдыху еще не совсем располагает. Холодная, грязная, поэтому нет. Так, ножки помочите, все. Ну, она холодная, а потом к ней привыкаешь как-то. Уже в последнее время ничего не напрягает. У нас зимы нет, лета нет. Надо ловить то, что есть. У нас солнышко появилось, надо бежать. Завтра будет неделя дождей. И что? Дома сидеть. Есть берчане, настолько влюбленные в родную природу, что специально ждали теплых дней, чтобы именно на берегу отметить очень значимое жизненное событие. Ну, свадьбу решили сыграть. На природе почему-то, ну, подумали, на природе будет лучше. Как бы и берег, как бы воздух свежий, чистый. Лес рядом, как-то так же. Место красивое. Если кто и надумает искупнуться, как бы, почему и нет. А так, купаться не планируем. Баня как бы есть. Если захотим искупаться, можем в баню сходить. Как-то так. Зачастую наших людей не смущает отсутствие официальных разрешений. Но приемка пляжей задержалась по той же причине. Природные условия не позволяли сделать необходимые по нормам обследования. Мы выезжали, недостатки указали, вот они устраняют. Но пока тропы Роспотребнадзора не будет, принимать нельзя. По данным обследования пока не будет, пока ГИМС не даст разрешение, тоже нельзя. Вот они и работают над этим. Лица, ответственные за подготовку и состояние пляжей, все необходимые действия со своей стороны стараются сделать вовремя, чтобы обеспечить комфортные и соответствующие требованиям условия. Мы свои заявки подали вовремя и на анализ воды, и на месяц назад, и на водолазов. Вода еще как следует не пришла. А СЭС отвечает, что должна прийти вторая волна воды. И вроде после нее потом сделают замеры. Но это не от нас. То есть не от нас зависит, что пляж не будут запускать. Отдыхающие уже прилично приходят, потому что вот эти два дня солнышко выглянуло. Люди приходят, хотя у нас на столбах написано, что купаться запрещено. Ну, у нас и летом бывает, когда запрещено, люди купаются, не запретишь. Но дело в том, что мы стараемся, хотя вот для этих людей убрать немножко, чтобы нам неделя осталась, чтобы все это навести в порядок, чтобы убрать нормально, чтобы люди нормально отдыхали. Также пляжные хозяйственники отмечают, что без необходимых анализов соответствия воды, конечно, не установишь. Но обеспечение чистого берега во многом зависит от самих отдыхающих. Вы видели, сколько там бутылок. Эти бутылки мы все здесь собрали. Побросали хорошо, что в этом году хотя бы их не бьют. В прошлом году мы набрали вот 8 красных ведр, только стекла. В этом году еще меньше набрали, потому что люди напились, брали. Еще проблема с кострами. Говоришь, не надо жечь, не надо, нет, да мы жгем. Вон, не успели затушить уже. Потихоньку идут, жгут. Комиссия по приемке пляжей состоит из специалистов разных профилей и возглавляется заместителем главы города. Пока рано говорить конкретного, закончат работу комиссия, тогда будет информация. Пока работа не закончена, идет приемка, идет обследование. Комиссия проверит, сходит, сделает замечание. Устранят сразу, какие там какие-то, возьмут дни на устранение. Это и комиссия вынесет решение свое. Следующий рейд компетентной комиссии по Бердским пляжам предполагается в конце следующей недели. Какие участки побережья будут приняты, сказать пока нельзя. А бердчане тем временем продолжают наслаждаться пришедшим летом. Дешево так.